Друзья, всем привет! Очень рад вас видеть здесь и рад возможности рассказать вам пару слов о том, что мы делали в прошлом году. И в первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы дотерпели, додержались до последней секции. Время 5 часов вечера. По своему опыту знаю, что нелегко столько времени проводить на конференции, особенно в зале с кейсами, где это очень интенсивно всегда происходит. Собственно говоря, тот кейс, который расскажу я, нелегко мне дался выбор его, потому что не очень понятно, что показывать, зачем показывать, что может быть интереснее, а что нет. И выбор пал на наш кейс PlayStation, когда мы сделали впервые, сразу же скажу, что мы сделали впервые первый кибермундиаль в онлайн-среде. И как я выбрал этот кейс? Есть три вещи, которые легли в основу моего выбора сегодня. Во-первых, ноль раз, еще ни разу этот кейс не был нигде публично продемонстрирован, поэтому все-таки это более-менее свежая история с точки зрения того, как мы доносим до рынка эту информацию. Во-вторых, он использует те тенденции, которые интересуют многих из вас, я думаю. Сегодня уже речь шла об этом в кейсе пикника. Так или иначе, гейминг, стриминг и партнерство рекламодателей, владельцев брендов и медиа-оунеров – это то, что сейчас достаточно актуально. И вот такой крестик в количестве долларов, потраченных на эту компанию, символизирует то, что потрачено их было очень немного. Поэтому то, чего нам удалось добиться, это должно быть каким-то образом интересно. Вот еще я начну с того, что PlayStation, все вы знаете этот бренд и знаете его не только вы, а знаете его практически все. Уровень знания зашкаливающий, но и помимо уровня знания еще и доля рынка, который занимает PlayStation в сегменте консолей колоссально. По разным данным она составляет от 60 до 80 плюс процентов. Одна из оценок – это 78% на первый квартал 2018 года. И вы удивитесь, но даже такому крупному игроку рынка ставят амбициозные задачи расти. И одна из этих задач была вырасти на 2% пункта, что вы понимаете, при такой высокой базе невероятно сложная вещь. И мы в медиаком вместе с Sony понимаем, что когда ты такой крупный игрок, когда у тебя такие амбициозные задачи, тебе нужно находить новые сферы, новые варианты для того, чтобы расти дальше. И чаще всего этот рост приходит из тех мест, где ты еще не бывал, из того, чем ты еще не занимался, из каких-то некомфортных вещей, то, где у тебя нет опыта. Это происходит под влиянием различных факторов. И то, где еще PlayStation не был на российском рынке, да и никто не был на российском рынке, это, чтобы вы думали, чемпионат мира, который дает великолепную возможность для того, чтобы за счет такого огромного инфоповода сделать значимый скачок в тех или иных показателях, которые для тебя важны. Да, афера очередь там в продажах. Вот то, что притягивает внимание к этому турниру всех, без исключения рекламодателей. Однако, если ты не рекламодатель, вернее, если ты рекламодатель, но не официальный партнер FIFA или чемпионата мира, то тебе сложно это сделать, потому что, в первую очередь, тебе запрещают приблизительно все. Тебе нельзя использовать визуальную идентику, нельзя говорить впрямую о том, что ты связан с чемпионатом мира, нельзя использовать образы футболистов, стадионов, да чего угодно. В противном случае тебе грозят огромные иски, и связываться с этим никто не хочет. Значит, второе, огромный клатор, да, здесь вот я привел всего лишь там пятерку, сколько их, раз, два, ну, короче, каждый сосчитает сам, то количество рекламодателей, которые являются официальными партнерами, плюс к тем, кто регулярно размещается в этот сезон на телевидении, в онлайн-видео и так далее. Собственно, пробиться через этот клатор, а вы помните тот крестик, который я вначале сказал, символизирующий небольшой бюджет PlayStation, эту компанию, да, невозможно практически. И третье, когда ты PlayStation, и твоя аудитория молодая, и ей, наверное, более интересен онлайн-гейминг, чем настоящий спорт, да, то привлечь ее внимание при помощи этого турнира невероятно сложно, да, но соблазн велик. Поэтому, ну, перед нами стояла такая сложная задача вырастить бренд уже крупный, использовав чемпионат мира по футболу. И мы нашли это решение, я там с гордостью представляю то, что мы сделали. Это первый в мире кибер-мундиаль, который мы провели совместно в партнерстве с TNT, PlayStation и TNT. Из чего он состоял, да, несколько ключевых вещей. Первое, это отдельная студия, которую мы сделали для реализации этого турнира, да, куда мы приглашали гостей. Второе, это те гости, которые стали героями нашего турнира. Третье, это правильный период, правильный тайминг. Правильный тайминг, значит, во-первых, не слишком долго, 10 дней, во-вторых, очень концентрировано и до старта основного массивного, там, массивной атаки рекламодателей на потребителей. То есть до старта турнира. Мы провели его прямо накануне. Четвертая вещь, это использовать нативную платформу, ну, что говорить, да, лайфстриминг ВКонтакте. И пятая, это щепоточка такой перчинки из настоящего спорта. Это приглашение Георгия Черданцева в качестве комментатора. Вот, небольшая игра. Есть три показателя, которые хотел продемонстрировать вам. Earned Value, да, это то, чего мы не заплатили, но что получилось достичь за счет того, что партнер ТНТ, телеканал, вложился собственными ресурсами в этот проект. Вторая штука, это прирост намерения покупки плюс 17% от уже высокого показателя, там, около 30 в базе было, да. И третья штука, это плюс 60% за период проекта, там, вот, за две недели проекта. Это сравнение с любым, а вернее, не с любым, а со средним двухнедельным показателем всего 2018 года с учетом новогодних промо, там, back to cool и так далее. У нас прям 30 секунд, ладно? Да, да, а у меня последний остался тезис. Вот, короче, очень высокий показатель прироста продаж, и это, ну, фактически взрыв был, да, в начале июня. И последняя штука, которую я хотел рассказать, это те выводы, которые мы сделали, да, что мы открыли для себя, может быть, кому-то это тоже будет полезно, что вместо того, чтобы активно из бронзбойта заливать инвестициями в любые медиаканалы, релевантные люди аудитории, мы приходим к смарт-инвестициям, да, плюс кооперация вместо прямых медийных инвестиций в того или иного партнера, помноженная на создание реального интереса, реальной ценности для потребителя, дает новый подход, новые возможности для роста для тех брендов, кто уже и так силен. Собственно говоря, вот и все. Спасибо большое.